здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала начнем мы с покровского направления поговорим подробнее о торецком о волчанском ну и в конце так как туман войны рассеивается уже более подробнее за пурскую область есть очень много данных по ситуации достоверных уже скажем так и это все мы разберем коротко начнем по покровскому направлению значит со стороны противника была попытка продвинуться к населенному пункту воздвиженка севернее лозавадского в дуле лесополосы атаковали по камерам с дрона высу пехотным подразделением была атака пытались продвинуться закрепиться есть несколько позиций даже где не успели откопаться значит и высу при поддержке бронетехники и эфире дронов атаковали ряд позиций не дав закрепиться последний но тут такой момент что уверенного контроля над это если полосу участвуются полосы сейчас нет поэтому добавляется серая зона предпринимает попытки но нужно отметить что и со стороны высу если действовали как мы видим при поддержке бронетехники на таких близких позициях к российским значит удалось заглушить системами red их дроны потому как но будем прямо говорить с российской стороны очень много приедает также перед ронов не забывайте поэтому видимо удалось раз так действовали поэтому ситуация без существенных изменений боевые действия на участке продолжатся более подробнее поговорим с вами за торецкое направление это нью-йорк и дружба начнем с нью-йорка бойцы высова опубликовали камеры где они контратакуют российские позиции вдоль улицы горловская и нужно отметить что прежде это считалось серой зоной но получается что российским войскам удалось севернее реки продвинуться и свернуть западном направлении зацепиться закрепиться за застройку исходя из тех камер где высокой поддержки бронетехники контратаку поэтому добавлено серая зона и красная по реке активные боевые действия на участке продолжаются мы видим что до противник предпринимает попытки именно закрепиться улица рекой и в центральной части я больше упор вы помните они делают именно на серо западную часть нью-йорка второй момент это поселок дружба сегодня были опубликованы также кадры где высу такую как указываются укрытия за субовым складом противника укрытия с лишним составом противника в одном из домов восточнее школы удалось курицы заречная у нас называется на которой школа расположена к этой улице продвинуться поэтому небольшие я бы сказал сейчас есть продвижение дальнейшие противника и он продолжает давить то есть я несмотря на то что последние дни все принимание приковано к курской области тем не менее нужно не забывать за фронт что противник также не останавливается продолжает атаковать потому что фронт не стоит на месте ситуация остается у нас сложная на в целом торецком направлении целом на торецком направлении потому что принимают и дальнейшие попытки и сообщения о боях в пивничном и зарезано продолжают поступать но если говорить за пивничное и как раз таки в шахте пробиваются к состройке шахты есть несколько попыток уже поэтому активные боевые действия продолжаются волчанское направлением мы за него эти дни вообще не говорили как-то минимум был да и характерно было уже для волчанского направления больше позиционность были опубликованы также кадры и с геопривязкой значит противник атаковал ряд позиции высу как сообщается в на юге на юге северной части волчанское эта область у нас была прежде под контролем российских войск и были кадры со стороны высу где они атакуют мы за эти улицы уже очень много с вами прежде говорили как вы помните значит они пытались пробиться далее в восточном направлении фасильские высу понемногу контратаковали и исходя из последней информации мы добавляли тогда силу зону как вы помните значит сирене улице гагарина юне улице шевченко значит эта область и подтверждается что эта область также сейчас под контролем в высу соседний квартал западник улице гагарина поэтому нельзя сказать что инициатива за высу будет актуальнее сказать именно то что бои с переменным успехом мы видим что и противник предпринимает попытки особенность сейчас дарит на квартал многоэтажных домов но и со стороны высу также видим попытки стабилизации и к тому чтобы отбросить российские войска с ряда позиций в самом волчанске поэтому активные боевые действия на участие у нас продолжаются повторюсь бои именно с переменным успехом но по факту это без существенных изменений пока что были также опубликованы кадры в той улице короленко но существенных изменений нет то есть атака с российской стороны по пределам серой зоны с нашей стороны по красной зоны то есть ничего пока что нового нет и переходим теперь к курской области продолжаются у нас активные боевые действия по нескольким направлениям начнем мы с корневского направления закончим суши корневское направлением была информация о том что высу заняли ольговку удалось полностью занять и скорректирована еще ситуация вместе с серой зоной добавлены уточнение это включая район малая локтя русская паричная ну и мартыровка значит на сегодняшний день примерно ситуация выглядит следующим образом хотя я сказал что туман войны рассеивается это не значит что уже у нас есть полная объективная картина за счет ольговка заняли что касаемо самого населенного пункта корнева ситуация без существенных изменений я бы сказал была информация даже о том что спад активности наблюдаются и были сообщения со стороны российских военкоров о том что вероятнее всего высыл могут предпринять попытку обойти сильнее ольговки обойти корень его ударив по трассе ударив по логистике и в такой способ отрезать населенный вполне возможно но тут нужно помнить что противник перебрасывать сейчас резервы и вводит его в бой они уже вошли в бой особенно войне суд же на этом направлении ну и корень но аналогичная ситуация противник очень много засветил очень много засветил своей техники причем в прямом эфире на что сетывали российские военкоры второй момент сегодня ночью был удар по колонии то что я публиковал у себя в телеграме и российский военкор романов сообщает что колонна была не одна тот кто снял кадры уже последствий его как украинского шпиона задержали за то что он якобы это видео снял по заказу спецслужб украины я очень сомневаюсь потому что вообще если посмотреть сеть очень много кадров снимали именно сами россияне понятно что у них эмоции они такого реально не видели еще да и в таком контексте да когда им нужно покидать дома да и целые города если говорим за случаю на потолу они это впервые видят поэтому сняли очень много всего интересного в том числе с военной точки зрения поэтому говорить о том что это агент спецслужб нет люди такое регулярно снимают к сожалению и у нас хотя и были предупреждения но это такой момент российская сторона начала осветывать на то как можно на третий год полномасштабной войны вообще передвигаться колоннами но тем не менее они это делают и их по главе и предварительно американскими алиобомбами и сзо хаймарс нанесли удар по колонии там сообщается разные цифры естественно сейчас информация будет подаваться из дезинформации и где-то завуалирована но плюс-минус как сообщают от 26 до 40 у них двухсотых после удара по колонии и более ста раненых более ста ну то есть 100 110 200 пока что эта цифра не абсолютно неизвестна на сегодняшний день то есть вот такие примерно условные цифры ну плюс-минус наверное где-то это реально хотя если посмотреть кадры и их уже не стала разбирать на youtube это что цензура там может быть или гораздо больше но мне кажется что больше ну такой момент мы сейчас за ситуацию давайте по фронту работа продолжается боевая и еще один момент важный высу подключились камерам наблюдения которые вдоль нескольких дорог на что также сетуют российские войска и начинают в инкоре вернее все тут говорить о том что как высу ночи подлавливать в засадах потому что они видели где перемещается российская бронетехника где вообще их солдаты и так далее и так далее есть такой момент нужно сказать что высу подошло к этому вопросу очень грамотно комплексно будем прямо кричать очень-очень комплекса если сравнивать допустим как российские войска наступали в двадцать втором году как они задействовали свои возможности да и посмотреть на высоту здесь конечно лучше лучше более скажем так к тому чтобы не допустить именно подтягивания резервов подлавливать их в засадах есть такой момент далее далее у нас малая лакня или локня не знаю населенного пункта название позже посмотрю уточню вчера сообщалось о том что бои в том числе идут кромские быки как вы помните анастасия в катаре упоминалось я вам говорил что есть информация что где-то под ними бои но они за сами населенные пункты об этом вчера говорил ачит уже к сегодняшнему дню сообщается что это дырг по невысу насколько это отвечает в действительности сейчас сложно сказать но поступали сообщения тульство российские войска пытаются вернуть контроль над малой лакней и соответственно контрату куют в этой области поэтому эта область у нас на дальнейшем уточнение также бои русская паечная и мартиновка и будем разбирать уже в контексте суджи по суджи достоверно центральная западная части находится под полным контролем в ссу были опубликованы камеры российская сторона их также разбирала первое это заорешенский значит хутор поселок не знаем за решенька заорешенский о том что это было снято не в служи пятерочка а именно в этом хуторе либо же поселки не суть важно важно то что вы су свободно перемещаются по этой области и могут фотографироваться тут немножко в другом контексте нужно разбирать потому что мы также с вами разбирали один момент по нью-йорку когда российские войска установили флаг затем под зданиями габриев той школы они перемещались открыто не спеша то есть значит соседние здания точно под их контролем они серая зона откуда могут открыть по ним огонь поэтому аналогично и у нас суд же говорить о том что где-то там скрытно и так далее нет высу не могу сказать что чувствует себя абсолютно свобода данного перемещаются открыто по улицам поэтому это полный контроль точно западные центральные далее были сообщения 2 княжей хутор о том что бронетехника это местные жители как сообщают российские военковы местные жители сообщают о том что бронетехнику заметили в северном направлении казачья в лагне теперь далее северник поселка южный был удар ланцетом нужно вот по этой области буду сейчас корректировать информацию визуально имею ввиду карту я ее буду еще корректировать сегодня более менее к тому что есть значит теперь переходим уже мартыновка и черкасская паричная позиции были севернее южного позиции казачья лагня второй княжей именно с этой области как идут последние сообщения высу атаковали уже нам в направлении черкасской паричной и соответственно мартыновка потому что есть информация о том что восточная часть города суды и она не под контролем высу поэтому мы ее оставили в серой зоне хотя бы и с утра сообщение о том что танки высовой есть в мирном но в мирный пробиться можно только двумя путями это за мост и и боже с восточной части города суды поэтому этот момент у нас еще остается на уточнении скорректировал и и мартыновка бои были как раз таки за счет того что есть возможность продвигаться обойдя северный восточную часть города мартыновка очень важна тем что ее взятие она отрезает логистику поэтому идут дальнейшие сообщения о боях в этом районе но для полного отрезания логистики вы понимаете что нужно еще и юго-восточный от судж ударить вот тогда можно говорить и вы уже после мартыновка мартыновки михайловка и южнее там русская конопелька черкасская конопелька то есть либо к этим конопелькам спускает на отрезок либо же пробиваться тогда после взятия мартыновки к восточной части суч либо мирный поэтому очень много еще остается информации на дальнейшем уточнении туман войны остается где-то рассеивается частично вы понимаете но очень много будет сейчас дезинформации активность сохраняется высокая интенсивность боевые действия и есть еще один важный момент это то что российская страна начала сетовать о том что так как медленно подходят резервы в ису окапываются и возводят у перепрайона инженерной техники вдоль той самой линии суровикина и соответственно оборудуют усиляют те уже опорники ротного типа которые были а их несколько если посмотреть последние спутниковые снимки под той же служить причем они грамотно были подготовлены я уже комментировал для новых зрителей сделаю маленькую ремарку по гугл карте старые снимки показывают что у нас две лесополосы вдоль дороги они полностью срезаны открытая территория то есть они все срубили для того чтобы опольники там включая кустык по последним снимкам смотрел для того чтобы было удобнее вести оборону естественно что можно выстраивать но это заслуживание перед сучами вернее а нас интересует все что будет заслуживание если взять восточную часть города в любом случае противник сидует и без того хватает его укрепрайонов и опорников ротного типа немалых припорайонов которые можно естественно уже усилить и будет гораздо сильнее российским войскам если они пойдут в масштабную контратаку на данном участке теперь еще комментарии по поводу опять же очень много противоречивая информация то что резервы вступили в бой по поводу чего к вагнер большей частью это были бы вбросы с российской стороны и меня человек а у вагнер значит сообщается что там там направление службы и отправлены силы которые вошли в спецназах мат вагнеровцы бывших вот эта информация уже более-менее к исходу сегодняшнего дня проявляется сами у чувака вагнер они говорят что хотят прибыть но им такой приказ не отдают ожидать но это такой момент уже знаете очень много будет еще в ближайшее время дезинформации высу усиливают свои позиции продолжают атаковать мы видим что да на сегодняшний день по сравнению с предыдущими темп продвижений немного сократился немногим но в любом случае в любом случае российская сторона оттягивает на данный участок резервы а с учетом того что мы с вами опубликовала было опубликовано и разобрали по волчанску эти резервы скажем так бесценны были для волчанского направления для российское командование намеревалась все же дожрать северную часть по реке волчья чтобы снизить свои потери естественно в ежедневных атаках и соответственно иметь возможность ту же артиллерию часть круто перекинуть на соседнее купинское направление и усилить давление там где они застряли остановлены были под песчаным хотя там уже недалеко им доставалось до реки но высосу умели их остановить поэтому для них эти резервы были действительно бесценны включая бронетехнику мы не только за личность став говорим мы еще и за бронетехнике вот это бронетехника сейчас отправляется на это направление поэтому очень многие сейчас говорят дульки рывок на ту же курску атомную электростанцию и прочее прочее друзья мне кажется с учетом последних событий на форумке снижение порядок участков даже их активности снижение активности оперативно-тактической авиации это также дает нам возможность выиграть время тут говорится еще далеко говорится курску атомную электростанцию предпосылки к этому есть логистика если а также задействовать наши страны дополнительные силы резервы подтянуть да можно ударить и соответственно продвигаться в этом направлении но еще об этом очень рано говори лица и без того сейчас и тут боевые действия понемногу есть подвижение тоже ультавка и прояснять ситуация все что у нас в оюне сушь на этом у меня чё подписываемся ставим лайки пока 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 я я это и и и и и